Приветствую! Мобилизация в Украине с 1 октября. Какой она будет? Каким сюрпризом нужно нам готовиться? Начать раскрывать этот вопрос хочется с хороших новостей. Ну, с условно хороших новостей, потому что хорошая новость может быть только одна. Война закончилась, мобилизация закончилась, военное положение закончилось. К сожалению, такой хорошей новости у нас нет, но есть условно хорошая новость. И она заключается в том, что с 1 октября 2024 года никаких новых изменений ни в закон о мобилизации, ни в закон о воинской обязанности и воинской службе не вносится. А это значит, что глобально мобилизация в Украине должна проходить в октябре по тем же правилам, которые действуют и на сегодняшний день. Но, конечно же, здесь есть но. И мы все с вами прекрасно знаем, что несмотря на то, что основным законодательством Украины о мобилизации являются вышеназванные законы, тем не менее, есть еще постановление 560, постановление 1487, и мы прекрасно с вами знаем, что их могут изменять очень быстро, не вынося в публичное пространство предварительно какие-то проекты постанов, да, то есть мы там узнаем по факту уже. И, соответственно, там может быть все что угодно. Второй условно хорошей новостью может быть новость о том, что в октябре месяце, скорее всего, не будут призывать мужчин в возрасте до 25 лет и мужчин в возрасте после 50 лет. Мы с вами прекрасно знаем, что есть в сети информация о директиве, которая снижает возраст мобилизации, но, к сожалению, проблема у нас есть здесь какая, и почему, собственно говоря, эта новость условно хорошая, потому что директива с грифом ДСК для службового коррестования, и мы не знаем достоверно, что там написано. И пока еще ответы на запросы мы не получили. То есть мы вот, когда я делал видео там несколько дней назад по поводу этой директивы, я в тот же день подал запрос в Минобороны, но пока ответа нет. И я знаю, что есть другие мои коллеги, адвокаты, которые тоже подали адвокатские запросы, но и пока тишина. Как только появится уже достоверная какая-то информация по поводу того, что содержится в этой директиве, обязательно вам сообщу отдельным видео, либо отдельным постом в телеграм-канале. Кстати, чтобы этот момент не пропустить для себя, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Его название вы сейчас видите вот здесь на экране, а ссылочка есть в описании к видео. Там информации гораздо больше, чем на YouTube-канале, и появляется она, соответственно, тоже оперативней. Поэтому, напомню, ссылочка в описании к этому видео. Идем дальше. К чему нам теперь стоит готовиться, скажем так, из плохого? Что может быть плохого в октябре месяце? Наверное, стоит начать с вопроса повесток, да? Тот вопрос, который уже будет однозначный, да? То есть уже мы четко понимаем, что повестки по почте начали рассылать не просто вот в случайном порядке ТЦК, да, они это давно, еще летом начали делать. А теперь мы говорим о централизованной рассылке повесток. И вопрос возникает какой? А кому придет эта повестка? И многие люди, которые обновили данные, говорят, ну вот раз я обновил данные, значит мне точно придет повестка. А вот если бы я не обновлял данные, мне повестка не пришла. Друзья, вопрос не в обновлении данных. Вопрос в том, есть вы в абориге, либо нет вы в абориге. И вы прекрасно знаете о тех ситуациях, когда человек не обновлял данные, не устанавливал резерв, но при этом может через ДИЮ сгенерировать военный билет. Я уже делал такое видео, показывал, как это можно сделать, и там в комментариях масса людей, ну и до того, как я делал видео, у меня есть масса клиентов, которые это смогли сделать. То есть это говорит о чем? О том, что ТЦК вносит наши данные в абориг. С учетом того, что было постановление 930, то как раз к концу сентября месяца, по идее, в абориге, если все, вот скажем так, сработало так, как написано в постановлении 930, то в абориге должны оказаться уже все. Естественно, этого не произошло, и я знаю точно, что есть люди, которых до сих пор нет в абориге. Хотя, если бы постанова 930 сработала бы полностью, то они были бы уже сегодня 100%. Но, возможно, там еще какие-то проволочки, и скорее всего, с учетом того, что срок был поставлен там им на конец сентября, я думаю, в октябре они точно этот момент добьют, и уже, скорее всего, мы все в октябре будем точно внесены в абориг. И рассылка повесток будет, собственно говоря, касаться всех, независимо от того, обновил человек данные, либо не обновил. Поэтому здесь вот к этому моменту, по сути, нужно готовиться, по сути, всем. Следующий момент, о котором стоит поговорить, это вопрос отмены отсрочек. Вот будет ли отмена отсрочек в октябре месяце. Почему я поднимаю этот вопрос? Потому что мы с вами знаем, что Роман Костенко почему-то вдруг вспомнил о том, что отсрочки могут отменить. Да, он сказал условия, что это мобилизация в РФ, то есть, если будет мобилизация в РФ, то мы будем отменять отсрочки. Но вот всегда, когда депутат именно такой, не рядовой говорит это, да, то ты задумаешься невольно, а не план ли это? То есть, возможно, к этому уже готовятся и разрабатывают какие-то законопроекты. Пока их на сайте Верховной Рады мы не обнаружили, то есть, если они есть, то они где-то вот лежат в тумбочке и на готове. В любом случае, мы должны понимать, что вопрос отмены отсрочек, это вопрос изменения закона о мобилизации. Это даже не вопрос изменения постановления 560. Ну, а чтобы изменить закон, мы знаем, должны быть определенные процедуры. При этом мы с вами знаем, что когда государство хочет, оно может быстро принять закон, и он быстро вступит в силу. Поэтому здесь, с одной стороны, хорошо, что таких законопроектов еще нет, с другой стороны, мы понимаем, что он может быть принят очень быстро. И последний вопрос, который хочется мне обсудить, звучит так. А что нужно сделать тем, у кого есть право на отсрочку? Вот что нужно сделать тем людям, у которых есть уже какие-то документы, которые подтверждают их право на отсрочку? Либо есть основания для отсрочки, но они еще не запаслись соответствующими документами. Друзья, ваша задача как можно быстрее получить документы, которые подтверждают ваше право на отсрочку, и оформить эту отсрочку. При этом, если вы пребываете на учете в ТЦК и ЕСП, вы должны попробовать оформить эту отсрочку почтой. Почему я говорю должны? Ну, просто так вам проще. Это самый простой способ получения отсрочки на сегодняшний день. При этом, здесь есть два обязательных условия, чтобы он сработал. Первое условие, вы должны пребывать на воинском учете. То есть, если вы, например, последний штамп у вас в военно-учетном документе снят с воинского учета, тогда вам вряд ли дадут отсрочку. Ну, это шансы прям вообще маловероятные. Если же вы стоите на учете, вы можете получить отсрочку почтой. Но нужно еще и второе условие. Это позиция вашего ТЦК. В последние дни вы, наверное, видели заявление Полтавского областного ТЦК, который категоричен в этом вопросе и сказал, что мы отсрочку почтой не дадим. Вот никому не дадим, потому что считаем, что должен явиться лично. Не будем обсуждать сам этот вопрос. Примем как факт, но как факт нужно принять и другое. Это позиция Полтавского областного ТЦК. Это не позиция Министерства обороны. Почему я об этом заявляю? Потому что у меня есть масса клиентов, которая исчисляется десятками, которые получают постоянно отсрочки по почте. Причем это по всей Украине. При этом, что интересно, ну вот, например, в моей родной Харьковской области, города Харькова, ты в одном ТЦК можешь получить отсрочку по почте вообще без проблем. Мы получаем даже отсрочки из-за границы, с документами, которые не заверены нотариально. Ну и это понятно, потому что все равно все документы проверяются через реестр, независимо от того, заверил нотариально или не заверил. Но суть в чем? Ты можешь получить отсрочку по почте. При этом другой же ТЦК, который будет там условно находиться на той же улице, либо на соседней, он тебе не даст отсрочку. По почте я имею в виду. То есть один город, казалось бы, почему так? А потому что в каждом ТЦК свои правила. Ну вот, это реальность. Соответственно, для того, чтобы получить вам отсрочку по почте, вам нужно стоять на учете в том ТЦК, который дает отсрочки по почте. Если он этого не делает, понятно, можно там идти с жалобой в областной ТЦК, в Минобороны, дальше идти в суд. Ну вот именно в таком порядке, по возрастающей, скажем так. Зачем это нужно сделать? Затем, чтобы не было никаких эксцессов. К сожалению, до сих пор есть ситуации, на которые я просто смотрю с ужасом. Когда у людей есть право на отсрочку, они не собрали документы, в итоге их призвали. И потом они обращаются и спрашивают, а как так? Давай, адвокат, что-то делай. Но адвокат, к сожалению, не волшебник. Он уже не может ничем помочь, потому что вы не сделали то, что нужно было сделать. Друзья, не откладывайте это на потом. Делайте уже сейчас. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Напоминаю про свой Telegram канал и о том, что ссылочка есть в описании к видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.